Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это ужасные новости. Практически хакнул ВВС Российской Федерации и раздал всем российским пилотам миллионы долларов. Хорошо знать, чем занимаются солдаты, когда они чувствуют свою вседозволенность. В нашем случае происходит какая-то полная тотальная хтонь. Мне кажется, самое важное, что происходит на этой неделе, это ситуация не просто на фронте в Украине, но конкретно ситуация в Херсоне и Херсонской области. Херсонская область и областной центр, город Херсон, был сдан российским войскам в самом начале войны. Произошло это не в результате военного поражения Украины, а в результате того, что силовики местные, судя по всему, просто сбежали и бросили город. Захват Херсона – это до сих пор самая крупная, такая зримая победа Путина, потому что ни один другой областной центр, который под контролем России, либо вот этих прокси в виде ДНР, ЛНР находился бы до 2015 года, ни один другой областной центр не захвачен. Что сейчас там происходит? Там две вещи идут на встречных курсах. С одной стороны, идет пока достаточно слабое украинское контрнаступление, и эксперты очень по-разному оценивают, насколько Украина, насколько вооруженные силы Украины могут развивать более активное контрнаступление по этому направлению. Там, если вы на карту посмотрите, Херсон находится на правом берегу Днепра, рядом с, собственно, устьем реки. Дальше там достаточно близко уже Николаев, который российские власти тоже хотели взять. Ну и дальше открывается дорога на Одессу. Очень значимый город, конечно, и для Украины, и вообще для всего региона. После Одессы там Приднестровье, которое официально хочет в России. В общем, все это вот в таком клубке стратегических проблем или каких-то фантазий российских войск, российских военных, все это существует. Есть следы контрнаступления украинской армии. Украинская армия продолжает наносить удары из ракетных установок «Хаймерс» по российским складам. И, мне кажется, с военной точки зрения важнейшая новость этой недели – это повреждение Антоновского моста. Антоновский мост – это единственная транспортная артерия. Есть еще железнодорожный мост. Это вот автомобильный мост, через который, собственно говоря, российская армия основные припасы свои возила на этот правый берег Днепра, как раз в Херсон, для того, чтобы продолжать снабжать линию фронта, для того, чтобы снабжать город с российской стороны. Если этого моста нету, то там, если на карту посмотреть, там придется очень далеко объезжать. Нету прямой дороги с территории, которая захвачена Российской Федерацией, непосредственно в областной центр в город Херсон. И для меня это все еще, вы знаете, этот мост, который, судя по всему, устоял, но движение по нему закрыто. Украинцы, кажется, три раза его обстреливали хаймарсами. И последний обстрел привел к тому, что мост полностью закрыт на ремонт. И российская армия одновременно даже начала понтонные переправы возводить, что означает, что действительно моста больше нет. Понтонные переправы – очень ненадежная вещь. Днепр широкий в этом месте. Переправы легко уничтожаются, гораздо легче, чем какие-то капитальные конструкции. Для меня вот в этом есть еще такая человеческая страна и, может быть, даже, простите, цивилизационная трагедия. Потому что, если мы посмотрим этот Антоновский мост, он строился, конечно, в Советском Союзе в последние годы его существования. Движение по нему открылось в 1985 году. После того, как мост был построен, там этот мост – это значительная такая конструкция. Это почти полтора километра его длина. Когда этот мост построили, движение грузов в этой части тогда советской Украины стало гораздо более удобным. И экономия составила, по-моему, 80 километров. Собственно, поэтому он носит такое стратегическое значение. Второго такого моста в этом месте просто нет. Российская армия оккупировала этот регион, а украинская армия хочет отрезать российских солдат от поставок вооружения. Да, и для того, чтобы защищаться, не давать российской армии наступать дальше на Николаев и на Одессу, она уничтожает этот мост. И это наша повседневность. Понимаете, это как будто мы попали бы снова во Вторую мировую войну. Последние какие-то боевые действия на этой территории шли в сороковые годы прошлого века. Только вся ситуация гораздо хуже и гораздо страшнее, потому что воюют не какие-то чужие захватчики, которые, знаете, которые там не понимают твоего языка, которые пришли неизвестно откуда, у которых какая-то там расистская идеология есть, которые открытые нацисты, эсэсовцы, как в этом меме, да, старом «Ганз, так что же мы злодеи». А занимаются всем этим оккупацией, фильтрационными лагерями, попытками захватить новые украинские города. Занимаются всеми этими вещами российские солдаты. А мост построенный в 80-е годы уничтожен украинской армией, потому что для них это способ защищать свою родину. Мне кажется, это огромная трагедия. Что будет с военной точки зрения с Херсоном? Я думаю, сейчас никто не ответит. Очевидно, что снабжать передовые позиции там стало гораздо тяжелее. И очевидно, что параллельно происходит второй процесс политический, который связан с тем, что Российской Федерации осенью очень нужна будет какая-то победа. Но вот говорят даже, что это связано, возможно, с днем рождения президента Путина. В октябре у него днюха. Он недавно пытался тут говорить по-молодежному, что-то про респект и уважуху. Вот респект, уважуха, днюха, все к одному. Респект, как молодые говорят, уважуха. 70 лет исполняется Путину. И в этот момент времени, я думаю, в сентябре, действительно будет какая-то объявлена о том, что там первая фаза специальной военной операции, она завершена. И как они могут ее завершить? Они могут провести на оккупированных территориях референдумы о вхождении в Россию. Я думаю, что в случае с Донецком и с Луганском, независимость которых они уже признали в начале войны, теперь точка, в которой все должно сойтись, в которой эта первая фаза должна окончиться пропагандистской победой, все это должно прийти к тому, что они скажут, что Донецк и Луганск это просто регионы Российской Федерации. И произойдет это, скорее всего, 11 сентября в страшной спешке под дулами автоматов с огромными проблемами, так же, как, в принципе, в Российской Федерации проходят все остальные выборы. Вот, я думаю, не случайно на эти территории завозятся российские учителя, в том числе они будут готовить местные избирательные комиссии на патриотических таких началах, а также за денежные надбавки. Как эти две вещи сойдутся вместе? В Херсоне, я думаю, тоже будут попытаться провести какой-то референдум, не знаю, то ли про независимость, и тогда все, ну такая детская шутка, да, что это будет какое-то, значит, будет странное название в этой республике, да, такое хернер, вот, но, может быть, сразу, да, минуя эти промежуточные страдания, чтобы опять не спрашивать, а где вы были 8 лет, может быть, сразу захваченные города будут включаться в состав Российской Федерации, если, ну, что называется, ресурсов хватит, да, и физиономия у российских кураторов не треснет при этом. С одной стороны, есть новость о том, что, ну, российские власти пробуют просто купить жителей Мариуполя, выдавая им жилищные сертификаты, вот твой дом разрушили, да, пожалуйста, возьми у нас бумагу, и можешь жить в любом неразрушенном городе на территории ДНР, да, и, значит, еще мы тебе там какие-то выплаты дадим, да, это, конечно, очень изуверская вещь, то есть ты вторгаешься в страну, уничтожаешь город, люди бегут от войны, и ты вдогонку им говоришь, ребята, да ладно, чего вы переживаете, вот вам жилищные сертификаты, все будет хорошо, будете жить в ДНР, все будет замечательно. Параллельно, параллельно советник мэра Мариуполя, украинский, разумеется, да, официально избранный мэр Мариуполя, вот его советник Петр Андрющенко, он показывает, как вынуждены сейчас, пока лето, и пока это еще возможно, как некоторые мариупольцы вынуждены жить, вот на кадрах видно, да, что просто это там кровать, какие-то наспех оборудованные на детских площадках, ну, как говорится, это русский мир пришел, теперь, в общем, можно и под открытым небом пожить, в конечном итоге звезды красиво, жаловаться не на что, спасибо Владимиру Путину за его доброту. Ну и война обычно романтизируется, у людей до сих пор есть такое ощущение, что у некоторых людей, что на войну можно там поехать на белом коне, совершить какие-то подвиги, победить врагов, вернуться героям, значительная часть человеческой культуры об этом. Те люди, которые в действительности на войне были и сохранили там разум, они, в общем, нам рассказывают совсем о другом образе войны, построенном на грязи, насилии, унижении людей, и, наверное, знаете, любая война – это просто предельный ужас, а то, что российская армия устроила с Украиной и в Украине, ну это вообще в какую-то человеческую логику не укладывается. Вот в пятницу пришла новость о том, что в социальных сетях распространяются видеозаписи с пытками, украинская страна идентифицировала конкретного солдата российской армии, который буквально пытает украинского военнослужащего, отрезая ему гениталии. Какой-то человек, которому, видимо, это доставляет удовольствие, записал это на видео, выложил, и теперь вот люди, которые, как бы это сказать-то, нуждаются в таких зрелищах, они могут посмотреть на настоящее лицо войны. Я вам не рекомендую искать это видео. С другой стороны, в общем, игнорировать реальность, в которой мы находимся, реальность этой войны тоже не получается. Хорошо знать, чем занимаются солдаты, когда они чувствуют свою вседозволенность. И тоже в пятницу пришла страшная новость о том, что в бывшей исправительной колонии украинской, находящейся в селе Еленовка на территории так называемого ДНР, содержались украинские военнопленные, и они ночью были убиты массово ракетным обстрелом. По версии российской стороны это сделали украинцы, не очень ясно зачем. По версии вооруженных сил Украины и властей Киева это сделала российская страна. Тем самым в среде этих военнопленных могли быть участники в том числе полка АЗОВ. И российская страна могла скрывать следы пыток и убийств. Знаете, лучший способ сделать так, чтобы ты кого-то пытал или убил, а потом этого никто не нашли, сделай вид, что это какое-то стихийное бедствие, убийство, которое спровоцировано кем-то еще. Это чудовищная вещь, да, здесь еще нужно будет разбираться, как конкретно это произошло. Но вы можете себе представить, просто есть лагерь для военнопленных. Раз уж у вас специальная военная операция или там война, то, наверное, вы людей, которых вы берете в плен, вы должны как-то им предоставить минимальные условия для того, чтобы они выжили. А здесь они просто погибают, и ты говоришь, 53 человека погибло, потому что просто украинцы решили шарахнуть по этому лагерю для военнопленных своими ракетами. Судя по всему, никто из охранников не погиб. Сообщается только о ранениях. И это, конечно, действительно высокоточное оружие, которое, знаете, било только по тем людям, которых российской стороне не жалко. Российская сторона много раз заявляла, что полк АЗОВ – это говорезы и нацисты, и, в общем, на них никакие конвенции о военнопленных не распространяются. Всех нужно судить и, возможно, приговаривать к смертной казни. Журналисты будут расследовать эту историю, но ожидания, связанные с этой трагедией, самые тяжелые, конечно. Кажется, что это все же не Хаймарс. Теперь к новостям так называемой «мирной жизни», если, конечно, она у нас осталась. Роскомнадзор – вот эти замечательные цензоры, наследники тех людей, которые раньше вырезали из бумаги что-то и что-то вымарывали в чужих текстах, в рукописях, они теперь орудуют как такие пираты, как такой своего рода государственный бандитизм в интернете, налево и направо блокируя сайты. Почти все уже заблокировано, как вы знаете. Эти же самые прекрасные люди потребовали отозвать лицензию у «Новой газеты», у наших коллег из московской редакции, у наших друзей, и отозвать сразу всего и у печатного выпуска, и у сайта. Была газета, которая 30 лет издавалась самими журналистами, никому не принадлежала, никому не подчинялась. «Эхо Москвы» сумели разгромить, просто заявив, что собственник больше не нуждается в услугах коллектива «Венедиктова». С «Новой газеты» этот номер не прошел, и поэтому просто они придумывают, что они еще могут сделать. Вот уже и не издается новая газета, издается журнал «Но», и сайт не обновляется, только было расследование про нападение на Дмитрия Муратова, и все равно им мало, все равно они хотят все, что было живым в стране, постараться задушить, задавить, заставить замолчать, запугать в конечном итоге. Коллеги будут судиться, конечно, на российские суды надежды никакой нет, но хотя бы это займет какое-то время. Судебное заседание назначено на 15 сентября. Замечательная новость, которая показывает, как с точки зрения российских спецслужб выглядит работа журналистов. ФСБ обвинила журналиста-расследователя «Беллинкэт», знаменитого Христа Грозева, участвовавшего в расследовании отравления Алексея Навального, в содействии украинской разведки, которая якобы планировала операцию по угону российских военных самолетов. Это прям такой шпионский триллер. Христа Грозев круче, чем Джеймс Бонд. Понимаете, они просто должны были каким-то образом, журналисты «Беллинкэт» должны были связаться с российскими пилотами боевых самолетов, дать им какой-то маршрутный лист, летите сюда, поменяйте, значит, цели на своем самолете, сдавайте эти военные самолеты на украинских аэродромах, вас встретит Христа Грозев с цветами, с двумя миллионами долларов, и ваша жизнь никогда не будет прежней, все у вас будет хорошо. Замечательная история. Единственная проблема заключается в том, что если бы Грозев действительно в чем-то подобном участвовал, он бы растерял свою репутацию как журналиста-расследователя. Журналисты, и особенно журналисты-расследователи, это люди, которые никогда не сотрудничают со спецслужбами вот таким образом. Ты можешь получать какую-то информацию, проверять ее по другим источникам, если это общественно важная информация, ты ее публикуешь, но ты никогда не участвуешь в акциях прямого действия, не работаешь на спецслужбу, даже если веришь, что эти спецслужбы занимаются чем-то очень хорошим, и там, не знаю, борются с агрессором, например. Но в любом случае очень приятно быть знакомым с таким великим человеком, как Грозев, который практически хакнул ВВС Российской Федерации и раздал всем российским пилотам миллионы долларов. Вот в последний момент российская ФСБ сумела все это героически пресечь. Ни один самолет не был угнан Христа Грозева. Важная история случилась с Леонидом Гозманом. Мы про него в прошлый раз уже говорили, что он теперь не только иноагент, но и подозреваемый по уголовному делу. Его умудрились еще и объявить в розыск и даже задержать в московском метро. То есть представьте себе Гозман, которому 70 лет. Он едет в московском метро. Его там, кстати, многие узнают и благодарят, на самом деле, за его стойкость, за то, что он свои убеждения не меняет по свистку, как некоторые другие наши политики. Не будем показывать пальцем на Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот он едет в метро, к нему приходит полиция и говорит, гражданин Гозман, Леонид Яковлевич, пройдемте вы в федеральном розыске. Потом происходит какая-то процедура. Конечно, все его там знакомые медиа, он наш автор, мы давно с ним знакомы и мы очень его уважаем. Мы, конечно, все встаем на уши, начинаем писать новости. Потом выясняется, что Гозмана вроде бы включили в список федерального розыска по ошибке. Понимаете, вот вы просто едете в метро, и тут выясняется, что система распознавания лиц – это сфера, так называемый «умный город», можно сказать, что она же умная тюрьма. Она просто вас распознает в метро, и дальше вы оказываетесь задержаны под арестом, потому что вы в федеральном розыске. Очень любопытная история. И выглядит это все, конечно, так, как если бы Гозману настойчиво из последних сил предлагали покинуть Российскую Федерацию, потому что уж очень российским властям не нравится, что независимые люди остаются в России на свободе и стараются говорить, что они думают даже в условиях военной цензуры. Только что вот пришла новость, что и против супруги Леонида Яковлевича возбудили уголовное дело по тому же не сообщению о наличии второго гражданства. Какая-то абсолютно техническая вещь, с которой российские власти придумали целую практически криминальную группу – Леонид Гозман и его жена. В международной жизни возвращаются самые худшие, наверное, темные времена Холодной войны. Если вы видели фильм вроде «Шпионского моста», то вот сейчас отношения России и остального мира, Запада, США в первую очередь выглядят примерно как в этом фильме. Потому что администрация американского президента предложила обменять Виктора Бута, человека, который очень давно уже находится в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием, абсолютно такой беспринципной торговли с кем угодно, просто за самые большие деньги. Американцы предложили поменять Бута на двух граждан США, которые находятся в российских тюрьмах. Это спортсменка Бритни Грайнер, которую задержали за то, что у нее там какие-то следы наркотиков в багаже были просто в аэропорту, и Пола Виллана, которого обвиняют в шпионаже, и который тоже находится в тюрьме в Российской Федерации. Сама идея о том, что никакие контакты между государствами в принципе невозможны, но мы все еще можем спрашивать вас, а чего вы собственно хотите, вот вам нужен Бут, ну заберите вашего Бута, дайте нам что-нибудь взамен. Это действительно такая вот максимально глубокая пропасть, максимальное недоверие, в таких случаях еще используются посредники, легальные процедуры особенно не работают, это каждый раз какое-то политическое решение. И, ну помните, да, когда-то там советские граждане протестовали по поводу того, что Анжела Дэвис была в тюрьме. Вот эти времена, по большому счету, возвращаются прямо на наших глазах. И, конечно, самый ценный актив, который есть у российской власти, это политические заключенные и, в частности, Алексей Навальный. В какой-то момент времени, мне кажется, кому-то может прийти в голову мысль, скорее российской стороне, что давайте попробуем найти какой-то ценный дар, который нам нужен от американцев, и будем пытаться выталкивать насильно Навального из страны, освобождая его вот таким способом, да, как в качестве, ну, такого заложника Российской Федерации, выставляя его вон. Мне во всей этой истории нравится, что, в принципе, если российские власти все-таки не окончательно сошли с ума, то они должны по-хорошему позаботиться о том, чтобы, по крайней мере, главные политические заключенные в стране, которые какую-то ценность для обмена представляют для них, чтобы они не окончательно подорвали свое здоровье в российских тюрьмах. Давайте теперь поговорим про новости культуры и про новости патриотизма. Кажется, это примерно один и тот же процесс уже. Мы говорим культуру, культура и подразумеваем патриотизм, мы говорим Родина и подразумеваем поэтов, значит, великие произведения литературы, а также, конечно, импортозамещения. И моя, наверное, любимая новость на этой неделе связана с тем, что человек из ФСИН, из Федеральной службы исполнения наказаний в Свердловской области, на Урале, сказал, что он не очень понимает, почему все так переживают по поводу ухода Икеи с российского рынка, зачем все эти распродажи, зачем все эти перепродажи с рук, параллельный импорт, нормальная мебель для людей уже делается в колониях. Один мой знакомый, когда он услышал эту новость, когда он увидел заголовок, он задумался, а в каких колониях делается? Ну, знаете, раньше вот у империи были колонии, там где-нибудь в Мозамбике делается нормальная мебель, у России вроде бы, как официально считается, колоний нету, вся, значит, территория Российской Федерации, это прекрасная метрополия. Но, конечно, у нас есть другие колонии, колонии, связанные с тем, что люди просто там сидят. И вот начальник этого самого Свердловского ФСИН Иван Шарков сказал следующее. Мы производим большое количество товаров народного потребления, показатель цена-качество у них выше, чем у зарубежных аналогов, не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании. Если сравнивать мебель, у нас их качество лучше с Икеей, у нас их качество лучше и цены ниже. Мы не коммерсанты, главная задача дать работу, сложно сказать, дать работу осужденным, на их языке осужденным. Важная разница. Ну, мне кажется, замечательная новость, как-то глаз радуется, привлекает внимание. Действительно, мне кажется, все товары можно производить в колониях, благо в России их много. Может быть, стоит здесь поиграть в такую нашу интерактивную игру. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что еще вы хотели бы, чтобы производилось в российских колониях, исправительно-трудовых в основном, и каких вещей вам не хватает в качестве поставок из этих замечательных, не столь отдаленных мест, чтобы вы купили для дома. Неизвестный мне певец под ником Шаман записал песню с таким, знаете, историческим названием, очень характерным для этого года, песню «Я русский». Там певец, в общем, пляшет на сцене, говорит, что кровь у него от отца, и он ни перед чем не останавливается, потому что, внимание, потому что… Очень жизнерадостная песня, конечно, нельзя отделаться от впечатления о том, что певец Шаман решил поддержать путинскую войну, выпустив свою песню в такое время. Почему-то в его песне нет того, что для войны характерно, о чем мы говорили, насилие каких-то измученных, больных, убитых людей. А есть вот такой прекрасный юноша, который придет с крестиком, значит, по русскому полю, и что-то там такое голосит. В этом контексте мне непонятна только одна вещь. Как можно испытывать радость по поводу того, что ты русский? Ну, в смысле, ты же не выбирал. То есть ты родился кем-то, да, и вот теперь ты кто-то. Ну, бывает, я не знаю, венгры, а бывают англичане, а бывают жители Вьетнама, а бывают русские. И представьте себе, мы такие с утра просыпаемся и начинаем так говорить. Я там, не знаю, вьетнамец, какой восторг. Да, или там, например, у меня есть нога, вот это радость. Да, то есть те вещи, которые как бы ты никак не заработал своим там трудом и талантом, которые достались тебе по наследству. Ну, мило, конечно, что ты принадлежишь к той культуре, в которой тебе комфортно. Но как можно по этому поводу испытывать такую радость, как будто ты это приобрел, как будто ты выиграл в лотерею. Знаете, вот была такая лотерея, бог раздавал билетики. Ты мог бы быть не русским, но, о счастье, тебе повезло. Ты стал русским, ты родился вот этим вот прекрасным, значит, блондином, бредущим вдоль русского поля, и теперь у тебя все замечательно. Боже, какой восторг! Так вот, есть замечательный ролик, мы его, наверное, не сможем показать целиком, потому что он очень длинный, но там это такая реклама жизни в России. Значит, что в России есть? Пушкин, очень вкусная еда, водка, небоскребы Москва-Сити, а также дешевый газ, а также традиционные ценности, чтобы под этим не понималось, сейчас об этом обсудим, а также дешевый газ и в третий раз опять дешевый газ, а также вода и электричество. Это идея о том, что, в принципе, сейчас самый момент приехать в Россию экономить на газе, потому что зима в Европе будет холодной, Путин не даст европейцам газ, таким образом победит в войне, задушит всех холодом, если голодом не получится. Вообще есть такая, знаете, говорят, что есть такая стратегия. Управление персоналом в Российской Федерации называется голод, холод, и там третье еще слово. Ну, мы как интеллигентные люди, нам русскому надзор теперь не угрожает, но мы все равно так в эфире не выражаемся. Вот мне кажется, что как бы этот ролик про дешевый газ в России, это история про то, что вот холод наступает, поэтому давайте все убежим в Россию как можно быстрее. Мне там решительно ничего не понятно. Мне не очень понятно, почему Пушкин с икрой и с водкой и с дешевым газом это все, что людям достаточно для жизни. Ну, я не знаю, например, суды. Нужны ли для нормальной жизни суды, в которых не каждый раз сажают людей, когда они туда попадают. Но мне кажется, скорее нужны. Очень жаль, что такой вещи в России сейчас нет. Или, например, независимые медиа, о чем мы тоже говорили сегодня. Мне тоже кажется, что они нужны для нормальной жизни, чтобы журналисты делали свою работу и общество знало, в чем его проблемы. И вот, наверное, самая большая загадка этого ролика для меня, это то, что касается традиционных ценностей, потому что в России один из самых высоких, например, уровней разводов. То есть люди женятся в России, как везде, а потом они разводятся. И это никакого отношения к традиционным ценностям не имеет. И вот эта милая картинка, когда девушка чуть ли не в кокошнике сидит и приятно улыбается своему мужу, это вообще никакого отношения к Российской Федерации современной не имеет. В нашем случае происходит какая-то полная тотальная хтонь, скорее, чем традиционные ценности, связанные с тем, что мы обсуждали в прошлый раз, когда люди, не найдя себя в жизни, уезжают на войну. В итоге им присылают, они там погибают, родственникам присылают гробовые, те покупают новенькую ладу. И вот это и есть какие-то самые настоящие традиционные ценности, чем, наверное, собираются неведомо кого, то ли новых эмигрантов, то ли иностранцев, заманивать авторы этого патриотического ролика. С другой стороны, многие говорят, что, в общем, не надо об этом рассуждать, потому что ничего серьезного здесь нету. И единственный смысл, почему такие ролики появляются, потому что на них выделен бюджет. А никакой другой задачи эти ролики не преследуют. Есть бюджет, значит, можно его немножко освоить, рассказать всем кому-то, хоть кому-то про дешевый газ. Это были ужасные новости. Наш еженедельный обзор той реальности, в которой мы с вами живем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что ужасного произошло с вами, о чем нам нужно говорить как журналистам, на что нужно еще обратить внимание. Ставьте лайки и, если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова